Начнем с суставной разминки. Самая лучшая суставная разминка – это та, в которой участвуют мышцы, а не просто погреметь суставами в воздухе. Начинаем с головы, вытягиваемся макушкой вверх и плавно опускаем голову вправо. И пружиним ухом к плечику, а плечами давим вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Оставляем голову внизу и противоположным плечом рисуем круги. Только плечиком. Раз, два, три, четыре. А теперь вместе с лопаткой. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Плечо. Раз, два, три, четыре. И лопатка. Раз, два, три, четыре. Вытягиваемся вверх, наклоняем голову вправо-влево и меняем сторону. Ухом к плечу. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Плечо. Раз, два, три, четыре. Вместе с лопаткой. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону плечо. Два, три, четыре. И лопатка. Раз, два, три, четыре. Берем руки в замок, толкаем замок вперед и скругляем спинку. Замок вниз, голова вверх. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь берем замок за спиной. Если вдруг вам не хватает плеч, возьмите какую-нибудь веревочку в руки. И толкаем плечи назад, замок вниз, а подбородок вверх, в потолок. Раз, скруглились. Два, три, четыре. Два, пять, шесть, семь и восемь. Стряхнули руки, подняли руки на высоту плеч. И делаем кружочки ладонями, разминая локти. Поехали. Раз, два, три. Плавные мышечные движения. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меняем сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Запястье. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, два, восемь. Подойдут любые движения. И в противоход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ставим ноги шире, чем ширина таза или чем ширина плеч. И плавно пружиним в сторону. Обе пятки давят в пол, все пальцы стоп давят в пол. У нас нет задачи размахнуться рукой и отправить себя в полет. Просто такие плавные мышечные скручивания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вторая сторона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наклоняемся в сторону и пружиним, вытягивая бок. Руку поставьте удобно на бедра, либо чуть ниже, либо можно поставить упор над коленом. Поехали. Пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И теперь разворачиваемся грудной клеткой вниз. Раз, вернулись на бок, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Через низ, переходим на другую сторону. Встаем в упор и пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. А остаемся здесь, ставим ноги шире. И либо вы упираетесь в немного подсогнутые бедра руками, либо если у вас уже достаточно наклона таза вперед, ставите руки на пол. Но можно и здесь. Поехали. Раз, наклонились, два, присели. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы. Тазобедренный сустав. Поднимаем коленку на высоту таза. Руками можно придержаться за любую опору. Можно не держаться, тогда еще и баланс будете прокачивать. Делаем круги ногой, бедром в тазобедренном суставе. Два. Три. Четыре. Пять. И в другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Меняем ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И в другую. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Коленочка. Поднимаем коленку. Просто чтобы стопа оторвалась от пола. Слишком высоко можете не поднимать. И рисуем носочком восьмерку. К себе. И от себя. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь горизонтальную. Раз. Два. Три. Четыре. Вторая нога. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И каждую коленку немножко повыпрямлять. Два. Три. Четыре. Чем выше колено, тем сложнее ее выпрямить. Конечно же. Ножку. Два. Три. Четыре. Ну и остались голеностопы. Упираемся в подушечку большого пальца. В основание. И рисуем пяточкой круги. Раз. Два. Хорошие мышечные такие. Три. Четыре. И меняем сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Вторая нога. Два. Три. Четыре. И сторона. Вторая. Два. Три. И четыре. Молодцы. Спасибо за разминку. Три. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну или, как вы уже догадались, не в этот раз будет Лена выпендриваться на максимальную сложность. В общем, вот такое усложнение, можете пользоваться им. А теперь пора повторить все то же самое на вторую ногу. Поднимаем ножку, ведем над полом, переносим, ведем обратно, кладем вот сюда. Один. Перенесли. Вот здесь стараемся не наклоняться плечами в сторону. Два. Три. Четыре. Пять. Второе упражнение нашей сегодняшней тренировки посвящено дрессировке задней поверхности бедра и работе в таких новых, возможно, приятных для нее амплитудах. Для этой тренировки вам понадобится, скорее всего, два кирпичика, но если у вас очень хорошее разгибание ноги назад, то, возможно, и три. В общем, берем наши кирпичи, укладываемся на живот и кладем бедро ноги, с которой мы сейчас будем работать, на кирпичики. Вот здесь ложимся на пол и пытаемся подвздошной костью достать до коврика. Если она легко здесь достает до пола, то значит вам нужно немножко ближе к бедру подвинуть кирпичи либо добавить еще один кирпичик, потому что здесь вот это вот недотягивание немножко подвздошной кости до пола – это прям такой ключевой момент, один из самых важных в этом упражнении. Соответственно, если вы вдруг чувствуете, что что-то кажется близковато, ваша тазовая подвздошная кость к полу, мы вот чуть-чуть сдвинулись назад, если здесь бедро больно от кирпичики, положите что-нибудь мягкое, потому что не у всех квадрицепсы в хорошем таком жизненном тонусе, особенно после последнего упражнения предыдущего. Итак, лежим. Дальше ногу вторую свободную убираем в сторону. Среднее положение для ноги – это когда колено напротив таза. Для того, чтобы сделать более легкую версию, нужно опустить колено пониже. Соответственно, вот здесь у нас легкий уровень, вот здесь средний. И чем ближе коленка к плечу, тем сложнее. В этом положении первое, что мы делаем – это выпрямляем поясницу и начинаем пружинить тазом вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. После этого мы опускаем таз вниз насколько смогли. Если вы здесь чувствуете какой-то дискомфорт в пояснице, прям уберите опору на локти, положите кор на пол и подбалодок себе на руки. Так мы убираем прогиб поясницы и работаем более изолированно с ногой. Следующее, что нам нужно сделать – это сократить стопну на себя и пяткой попружинить к тазу, при этом тазом пружине вниз. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Оставляем ногу согнутой. Дальше пытаемся оторвать бедро от опоры, от кирпичиков. И при этом пяткой стараемся коснуться своей ягодицы. Имеем мышечное намерение. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше выпрямляем ногу, натягиваем стопу и рисуем задним коленом круги. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь подставляем руки под плечи, кладем ногу между рук. Вот так. И дальше сгибаем заднюю ножку. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такое упражнение. Оно очень хорошо для того, чтобы проработать переднюю шпагатную ногу, прежде чем идти в более глубокую складку, например, либо делать минусовой шпагат за счет передней шпагатной ноги. Ну и, собственно, с этой ногой все. Давайте сделаем вторую. И начинаем пружинить тазом вниз. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Следующее, что нам нужно сделать, это сократить стопу на себя и пяткой попружинить к тазу, при этом тазом пружине вниз. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Оставляем ногу согнутой. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше выпрямляем ногу, натягиваем стопу и рисуем задним коленом круги. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь подставляем руки под плечи, кладем ногу между рук. Вот так. И дальше сгибаем заднюю ножку. Раз, два, три, четыре. Третье упражнение нашей сегодняшней тренировки, это прям такие кайфовые и приятные потягушечки. При работе с шпагатами многие недооценивают икроножную мышцу и то, насколько она может не давать как раз-таки передний шпагат на ноге уходить в более глубокие амплитуды. Поэтому приятные такие, но действенные потягушки для ваших икр, для головидных мышц и даже для задней поверхности бедра. Где у вас более стянутые области, там, скорее всего, вы будете более интенсивно чувствовать вытяжение. Нам нужно взять кирпич, опереться руками на пол и померить вот с этой согнутой ногой, можете ли вы здесь с одного кирпича дотянуться пяткой до пола. Если можете, то вам нужно взять два кирпичика, если нет, то подойдет и один. Что мы будем делать? Мы встаем в такую неправильную собаку мордой вниз, для того, чтобы ни у кого не было никаких напряжений по этому поводу, мы можем назвать это горкой. Вот встаем в горку. Если вы, кстати, здесь не можете тоже пяткой дотянуться до пола, вы можете работать и без кирпичика. Одну ногу подсгибаем, руками упираемся в пол. Дальше одной ногой либо остаемся на коврике, либо встаем на кирпичик. Подсгибаем колено второй ноги, поднимаем ее вверх, выпрямляем колено первой ноги. И первое, что мы здесь делаем, это пружиним на выпрямление коленки, а пяточкой давим вниз. Раз, два, три, четыре и пять. Остаемся с прямой коленкой и пружиним. Сначала делаем легкую фазу напряжения, приподнимаем пятку вверх, и потом на фазе расслабления опускаем пятку вниз и пружиним три раза. Раз, два, три. Вверх, вниз. Раз, два, три. Это два, три, четыре и пять. Встаем на опорную ногу. Вторую ногу ставим выворотно. Пятка смотрит на 45 градусов внутрь, пальцы наружу. Приподнимаемся опять вверх, пружиним вниз. Раз, два, три. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И последнее. Разворачиваем ножку на 45 градусов наружу пяткой, пальчиками внутрь. Поднимаем и опускаем. Раз, два, три. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И последнее. Ставим ногу обратно в прямое положение. Делаем вдох. И на выдохе опускаем пятку вниз. Здесь не поднимая пятку. Второй вдох. И вниз. И последний вдох. И вниз. И вот здесь чуть-чуть покачать тазом вправо-влево. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Самое время перейти ко второй части этих самых потягушек. Вторая часть – это работа со складкой. Для этого мы садимся в нашу складку. Вы уже знаете, если вам нужен кирпич под таз, то садитесь на два. Если вы здесь можете сидеть в ровной складке, то для того, чтобы хорошо и приятно потянуться, можете стартовать с одного кирпича. Если здесь, вы прям не можете двигать тазом вперед. Итак, берем кирпич. Усаживаемся. И на готове держим еще парочку кирпичей или книжек. Или для усложнения складки можно будет использовать один кирпич и стенку. Ставите кирпич к стене сначала вот так, потом вот так, а потом вот так. Просто чтобы он не падал. Одна нога у нас расслабленная в любом положении, лишь бы никуда не наклонялся таз вслед за этой ногой. Вторая нога рабочая. Первое, что мы здесь делаем, это можно, кстати, использовать кирпич для того, чтобы немножко отвлечь мозг от амплитуды. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Мы будем просто тазом наклоняться вперед и стараться кирпичом достать до своего большого пальца. Либо книжкой, либо просто руками. Вот так. Либо до подушечки основания пальцев, либо до пола. Соответственно, вот здесь пока у нас еще минимальный наклон, минимальная амплитуда может получиться получше, потом в идеале должно получаться похуже. Итак, приятные потягушки в складке. Мы берем, делаем вдох. На выдохе наклоняем таз вперед. Достаем кирпичом, докуда смогли достать, либо руками. И вот здесь делаем сгибание-разгибание колена. Раз. Два. Три. Пальчиками начинаем давить немножко в руку. От себя в ту сторону, либо в кирпич. И немножко поворачиваем ногу в бедре. То есть я не руками поворачиваю кирпич и ногу, а ногой поворачиваю кирпич и руки. А колено при этом прямое. Раз. Два. Три. Вправо. И раз. Два. Три. Влево. Возвращаемся на старт. И немножко усложняем себе жизнь. Кладем пятку на кирпич, либо убираем кирпич из-под попы. Но лучше сидеть на кирпиче для того, чтобы, если у вас таз не наклоняется вперед, он имел хоть какое-то пространство для маневра. Итак. Поехали. Согнули ногу. Вдох. Выдох. Наклонились вперед. Руками, насколько смогли, дотянулись до пальцев. Либо до пятки, либо до кирпичика. Вот здесь выпрямляем ножку. Раз. Два. Три. Оставили ногу прямой. И поворачиваем бедро наружу. Раз. Два. Три. И внутрь. Раз. Два. Три. Остаемся здесь. Делаем вдох. И на выдохе уходим глубже в наклон. И попружинили тазом к ноге. Раз. Два. Три. Хорошо. Половину пути прошли. Теперь либо убираем кирпич из-под попы. Добавляем под пятку. Либо поворачиваем. Если вы уже сидели здесь, кирпич вот так. Ну, в общем, усложняем на одну ступеньку. Нам нужно попу опустить ниже или пятку поднять выше. Подсгибаем ногу. Вдох. На выдохе наклоняем таз. Руками тянемся к ноге. Дотянулись докуда смогли. Выпрямляем коленку. Раз. Точка внизу. Два. И три. Ротации наружу. С прямым коленом. Раз. Два. Три. Ротации внутрь. Раз. Два. Три. Вдох. И на выдохе пружинки тазом вперед. Раз. Два. Три. И последней ступенькой здесь можно либо повернуть кирпич еще более высокой стороной, либо добавить еще один. Сгибаем колено, укладываем ногу на кирпич. Делаем вдох. И на выдохе наклоняем таз вперед. Дотягиваемся до пальцев, либо до своей пятки, либо до кирпичей, либо прям, если вы совсем сегодня в ударе, то до нижнего кирпича. И начинаем выпрямлять коленку. Раз. Стопа при этом на себя. Два. Точка внизу. И три. Оставляем колено прямым. Если прям напряжение и нога трясется, можно сделать дополнительный вдох-выдох. И идем мизинцем вниз. Раз. Два. Три. Ротация бедра внутрь. Раз. Два. Три. Вдох. И на выдохе пружинем тазом к ноге. Раз. Два. Три. Здесь можно немножечко посидеть. Давайте 10 секунд. И ногу порасслаблять и пошевелить ей прям. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. И 1. Вот такие вот кайфовые потягушки, которые точно стоит повторить на второй стороне. Подсгибаем колено второй ноги, поднимаем ее вверх. Выпрямляем колено первой ноги. И первое, что мы здесь делаем, это пружиним на выпрямление коленки. А пяточкой давим вниз. Раз. 2. 3. 3. 4. И 5. Остаемся с прямой коленкой и пружиним. Сначала делаем легкую фазу напряжения. Приподнимаем пятку вверх. И потом на фазе расслабления опускаем пятку вниз и пружиним три раза. Раз. Два. Три. Вверх. Вниз. Раз. Два. Три. Это два. Три. Четыре. И пять. Встаем на опорную ногу. Вторую ногу ставим выворотно. Пятка смотрит на 45 градусов внутрь. Пальцы наружу. Приподнимаемся опять вверх. Пружиним вниз. Раз. Два. Три. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И последнее. Разворачиваем ножку на 45 градусов наружу пяткой, пальчиками внутрь. Поднимаем и опускаем. Раз. Два. Три. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И последнее. Ставим ногу обратно в прямое положение. Делаем вдох. И на выдохе опускаем пятку вниз. Здесь не поднимая пятку. Второй вдох. И вниз. И последний вдох. И вниз. И вот здесь чуть-чуть покачать тазом вправо-влево. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Самое время перейти ко второй части этих самых потягушек. Вторая часть это работа со складкой. Приятные потягушки в складке. Мы берем, делаем вдох. На выдохе наклоняем таз вперед. Достаем кирпичом, докуда смогли достать, либо руками. И вот здесь делаем сгибание-разгибание колена. Раз. Два. Три. Пальчиками начинаем давить немножко в руку. От себя в ту сторону, либо в кирпич. И немножко поворачиваем ногу в бедре. То есть я не руками поворачиваю кирпич и ногу, а ногой поворачиваю кирпич и руки. А колено при этом прямое. Раз. Два. Три. Вправо. И раз. Два. Три. Влево. Возвращаемся на старт. И немножко усложняем себе жизнь. Кладем пятку на кирпич, либо убираем кирпич из-под попы. Поехали. Согнули ногу. Вдох. Выдох. Наклонились вперед. Руками, насколько смогли, дотянулись до пальцев. Либо до пятки, либо до кирпичика. Вот здесь выпрямляем ножку. Раз. Два. Три. Оставили ногу прямой. И поворачиваем бедро наружу. Раз. Два. Три. И внутрь. Раз. Два. Три. Остаемся здесь. Делаем вдох. И на выдохе уходим глубже в наклон. И попружинили тазом к ноге. Раз. Два. Три. Хорошо. Половину пути прошли. Теперь либо убираем кирпич из-под попы. Добавляем под пятку. Либо поворачиваем. Если вы уже сидели здесь, кирпич вот так. В общем, усложняем на одну ступеньку. Нам нужно попу опустить ниже. Или пятку поднять выше. Подсгибаем ногу. Вдох. На выдохе наклоняем таз. Руками тянемся к ноге. Дотянулись докуда смогли. Выпрямляем коленку. Раз. Точка внизу. Два. И три. Ротации наружу. С прямым коленом. Раз. Два. Три. И ротации внутрь. Раз. Два. Три. Вдох. И на выдохе пружинки тазом вперед. Раз. Два. Три. И последняя ступенька. Здесь можно либо повернуть кирпич еще более высокой стороной, либо добавить еще один. Сгибаем колено, укладываем ногу на кирпич, делаем вдох и на выдохе наклоняем таз вперед. Дотягиваемся до пальцев, либо до своей пятки, либо до кирпичей, либо прям, если вы совсем сегодня в ударе, то до нижнего кирпича. И начинаем выпрямлять коленку. Раз. Стопа при этом на себя. Два. Точка внизу. И три. Оставляем колено прямым. Если прям напряжение и нога трясется, можно сделать дополнительный вдох-выдох. И идем мизинцем вниз. Раз. Два. Три. Ротация бедра внутрь. Раз. Два. Три. Вдох. И на выдохе пружиним тазом к ноге. Раз. Два. Три. Здесь можно немножечко посидеть. Давайте 10 секунд. И ногу порасслаблять и пошевелить ей прям. Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И один. Ну и нам осталось с вами покайфовать немножечко и поработать в шпагате с передней шпагатной ногой. Здесь тема такая, что вы можете взять несколько книжек для того, чтобы постепенно усложнить себе здесь амплитуду. Потому что кирпич на самом деле, если шпагата у вас пока нет, это достаточно большой сразу перепад в амплитуде. Вот. Но ступеньки будет всего две. То есть будет стартовая и будет чуть-чуть сложнее. Поэтому, если не хотите сильно себя усложнять жизнь, возьмите какую-нибудь толстую книжку. Если вдруг вам хочется пожестче, то возьмите кирпич. Итак, мы садимся попой на нашу вот эту вот гору кирпичей. Причем отстройтесь по сегодняшнему состоянию вашего тела. Может быть, выше нужно сегодня сесть. Может быть, можно немного ниже тела. В общем, найдите себе на сегодня глубину подходящую. Заднюю ногу мы оставляем в покое, потому что сегодня тренировка на переднюю шпагатную ногу. И здесь нам нужно поделать следующее. Первое. Понаклоняться немножко тазом вперед и повыравнивать таз назад. И причем сегодня акцент на то, чтобы выровнять таз назад. Можно руку поставить себе на бедро и прям немножко поотталкиваться руками. Итак, тазом чуть-чуть попружинили. Выпрямляем переднюю шпагатную ногу. И дальше руки разводим в стороны, сгибаем локти локтями, пружиним к задней пятке. И вот здесь нам нужно понапрягать ногу, как будто бы мы пятку хотим поднять от пола. Пятка даже у меня от пола не поднимется. Но мышечное намерение, такое прям усилие, нам нужно для этого приложить. Итак, поднимаем ногу вверх. Ну вот сейчас я уже, во всяком случае, пытаюсь. И держим ее в фазе напряжения, как будто бы хотим прям очень сильно поднять вот сюда пяточку. Держим. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И дальше нам нужно наклониться плечами к ноге, то есть уйти в складку. Насколько вы можете это сделать без рук на полу. Мышцами передней ноги и мышцами кора. И вот здесь держим ножку и пружиним тазом и грудью вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Поставили руки на пол. Согнули ногу. И добавили свое усложнение. Либо это кирпич. И это прям нормальное такое усложнение в волосстях. Либо книжка. Либо можно убрать из-под попы еще один кирпич. Если вам вдруг здесь кажется, что нагрузки маловато. Итак. Пружиним тазом вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пружиним тазом назад. Раз. Два. Три. Четыре. Начинаем давить пяткой вниз, выпрямляя колено. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И теперь поднимаем ногу вверх. Раз. Даже кажется, как будто бы поднялась два. Три. Четыре. Пять. Вами молодцы. Немножко пружиним локтями к задней ноге. Два. Три. Четыре. Пять. И теперь ложимся вперед, но не ставим руки на пол. Поехали. Наклонились. И пружиним корпусом вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ставим руки на пол. Делаем вдох. Расслабляем ногу. И на выдохе уходим глубже в наклон. Если вы здесь не достаете руками до пола, можете, вот здесь вы работали, поставьте руки себе на ногу и пружиньте вот здесь, чуть-чуть подсгибая локти. Поехали, вдох, выдох, попружинили вниз, вдох, выдох, ну и вдох, выдох и чуть-чуть пошевелили ногой в одну сторону стопой и коленом и в другую. Вот такая работа у нас получилась сегодня на переднюю шпагатную ногу. Самое то для того, чтобы шлифануть на вторую сторону. Первое. Понаклоняться немножко тазом вперед и повыравнивать таз назад. И причем сегодня акцент на то, чтобы выровнять таз назад. Можно руку поставить себе на бедро и прям немножко поотталкиваться руками. Итак, тазом чуть-чуть попружинили. Выпрямляем переднюю шпагатную ногу. И дальше руки разводим в стороны, сгибаем локти локтями, прыжиним к задней пятке. И вот здесь нам нужно понапрягать ногу, как будто бы мы пятку хотим поднять от пола. Держим. Пять, четыре, три, два, один. Начинаем давить пяткой вниз. Пять, четыре, три, два, один. И дальше нам нужно наклониться плечами к ноге, то есть уйти в складку. Держим ножку и пружиним тазом и грудью вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Поставили руки на пол, согнули ногу и добавили свое усложнение. Либо это кирпич, и это прям нормальное такое усложнение в лосте, либо книжка. Пружиним тазом вперед. Раз, два, три, четыре. Пружиним тазом назад. Раз, два, три, четыре. Начинаем давить пяткой вниз, выпрямляя колено. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь поднимаем ногу вверх. Раз. Даже кажется, как будто бы поднялась. Два, три, четыре, пять. Пусть вами молодцы. Немножко пружиним локтями к задней ноге. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь ложимся вперед, но не ставим руки на пол. Поехали. Наклонились. И пружиним корпусом вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Ставим руки на пол, делаем вдох. Расслабляем ногу. И на выдохе уходим глубже в наклон. Поехали. Вдох. Выдох. Попружинили вниз. Вдох. Выдох. Ну и вдох. Выдох. И чуть-чуть пошевелили ногой в одну сторону стопой и коленом. И в другую. Вот такая классная получилась наша тренировка на переднюю шпагатную ногу. Всем спасибо. Увидимся на следующей тренировке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...